Физика — это простая и увлекательная наука, и каждое, даже самое сложное явление можно объяснить простым и понятным языком. Турбулентность — это термин, который означает бурное движение жидкости или газа. Есть также термин, который означает спокойное движение. Такое движение называется ламинарным. Представьте себе спокойную реку, в которую запустили маленький кораблик, и он течет по волнам. Это пример ламинарного движения. А теперь представьте бурный горный ручей. Он бурлит, и в нем образуются различные завихрения. Если вы пустите кораблик по такому ручью, то проследить за движением кораблика будет трудно. Это движение будет непредсказуемым и хаотичным. Вот это и есть пример турбулентного движения. Что такое параллельные вселенные и что в них происходит? Параллельные вселенные — это термин, который имеет два значения. В первом значении он относится к интерпретации квантовой механики и обозначает множественность сценариев развития поведения физической системы. Дело в том, что в рамках квантовой механики мы не можем предсказать поведение системы точно, всегда есть вероятность того или иного поведения. Вот это разное поведение и реализуется в параллельных вселенных. В данном случае параллельные вселенные — это не более чем абстракция. В реальности они не существуют. Есть и второе значение этого термина, имеющее отношение к космологии. Дело в том, что наша вселенная расширяется, а скорость света — постоянно. Это значит, что далеко от нас есть обязательно регионы вселенной, с которыми мы даже в принципе не можем проконтактировать. И поэтому мы в принципе не можем узнать, что там происходит. Но когда хотят подчеркнуть, что у этих регионов вселенной есть, возможно, своя история и свои особенности, тогда их, собственно, и называют параллельными вселенными. Белые дыры — это гипотетический астрофизический объект, который по сути является антиподом черной дыры. Черная дыра — это объект, в который материя может попасть, но не может выбраться назад, если мы сейчас не рассматриваем специальный случай хокинговского излучения. Так вот, из белых дыр материя может выбраться назад, но она не может никак туда попасть. В отличие от черных дыр, которые являются реальными и наблюдаются экспериментально, белые дыры — объекты гипотетические и, вероятно, во вселенной не существуют. Человек когда-нибудь сможет путешествовать во времени? Человек и так путешествует во времени. Все мы секунда за секундой, день за днем путешествуем по времени, движемся вперед. Другой вопрос — можем ли мы путешествовать по времени назад в прошлое? Тут наука дает однозначный ответ. Путешествовать назад в прошлое невозможно. Существуют ли явления, которые физика пока не способна объяснить? Да, такие явления есть. И в первую очередь это касается темной материи и темной энергии, которые наполняют нашу Вселенную, но мы совсем не знаем, что это такое. И хотя на данный момент нам кажется, что таких явлений мало, может оказаться, что это всего лишь верхушка айсберга, а на самом деле таких явлений значительно больше. Субтитры создавал DimaTorzok